всем привет я делаю сегодня будем сшить с вами прелесть прелестную для основы я взяла газетку можно взять вот такую текстильную основу это квадратики по 15 сантиметров вот эту газетку я буду зашивать в технике crazy для тех кто не знает вот посмотрите мы берем абсолютно бесформенный любой маленький лоску точек кладем на него 2 и прокладываем строчку здесь нет никаких правил никаких там каких-то нюансов тонкости просто вот так вот потом отгибаем если нужно проглаживаем использовать можно какие угодно ткани тем более если вы шьете по газете то можно использовать и трикотажные даже эти что ползут там разные стороны собственно поэтому я и взяла вот эту газетку а еще это мне нужно для того чтобы сразу был размер знаете вот такого размера чтобы больше мне не шить и нашли вот таких блоков чем хорош этот блок тем что все остатки обрезки все не нужно вот бесформенные всякие лоску точке можно сюда использовать вот дальше срезали лишнее и пошли дальше можно шить по часовой против часовой это не имеет значения по кругу по квадрату по треугольнику ромбы там как угодно как вот вам понравится положили лоску точек так и пришиваем вот таким вот образом еще момент почему я стала по газете шить можно шить вообще без основы по идее да вот и и еще скажу момент для моего повода сегодняшнего данного проекта это вообще может быть не лоскутный блок крэйзи там например или какой-то другой а это может быть просто лоскут ткани знаете какой-то цветной там или как вам угодно я буду шить сегодня звезды и покажу вам как просто из квадратов можно накроить квадраты для одеяла например вот сколько вам нужно и дальше достать уже все ваши ненужные вот такие вот лоску точки и шить по этим квадратам понимаете это очень простой но очень эффектный красивый блок когда-то я шила такой блок я уже показывала целый топ для одеяла сшила по черному полю но там в чем отличие то у меня звезды большие маленькие я делала разные размеры и всех собрала вот поэтому черному полю если интересно посмотрите видео а сегодня я хочу сделать вот такие яркие лоску точки по белому полю и вот таким образом смотрите мы зашили весь квадрат далее срезали лишнее все вот и вот такой квадратик получили но опять же повторюсь для таких звезд вот этот квадратик я просто мне хочется порукоделить смотрите какая прелесть и красота да именно у творчеством за по заниматься но по идее можно просто взять вот такой вот лоскут и допустим если для подушки там допустим 9 квадратиков по 15 сантиметров 3 на 3 да и вот то что я сейчас делаю это как раз центровой квадратик будет этот если назвать эту звезду лоскутным блоком то этот лоскутный блок состоит из 9 квадратов вот что я хочу сказать для одеяла например ну вот на при к примеру вам скажу если брать квадраты по 15 сантиметров то примерно там плюс минус нужно 150 штук квадратиков на среднее одеяло 150 100 на 180 где-то так если допустим по одной стороне 11 квадратов выложить по другой 13 например до 15 сантиметровых среднее одеяло такое сшить но выглядит это девчонки просто бесподобно можно просто взять 9 квадратов и сшить подушечку для начала там для начинающих да вот и можно сделать центр вот таким вот красочным техники crazy а можно просто взять лоску точек вот и пока я шью хочу девчонки напомнить вам что не забудьте на всякий случай подписаться и на яндекс тоже здесь я уж молчу надеюсь вы подписаны все не смотрите если не подписаны еще то тоже подпишитесь и на всякий случай подпишитесь на яндексе и если вам интересно я как раз там выкладываю сейчас ранее начала с ранних ранних своих видео и вот выкладываю может быть вы что-то когда-то пропустили такие интересные видео которых даже я уже забыла сама и вот сейчас я выкладываю все это в яндексе потихонечку так что ссылочку в описании оставлю подписывайтесь на яндекс тоже но мы продолжаем смотрите какие милашки получились до квадратики вот к этим квадратиком допустим из расчета на один квадратик нам нужно 8 вот таких белых лоскутов по 15 сантиметров 4 из них мы также без всякого кроя без ничего будем расшивать обшивать лоску точками цветными вот таким вот образом сейчас вы поймете в чем тут дело вот здесь вот остался ведь кусочек мы его просто вот так вот зашьем добавим и все мне очень нравится вот такие вот лоскутные блоки где он не нужно ничего кроить а только творить остается но конечно же нужно заготовить в белые квадраты это кстати может быть не только белый фон там дальше во второй части видео покажу подушечки и вы посмотрите как такие яркие красиво лоску точки могут смотреться в принципе на любом фоне красиво вот просто покажу вам еще подушечки там классический петчворка вот данном случае у нас арт петчворк и вы видите да и второй лучик также пришили закрыли к уголок вот таких блоков нам нужно сделать четыре штуки и 4 оставить просто белые квадраты и у нас получится смотрите какая прелесть прелестная ну прелесть смотрите вот для чего я делала абсолютно ничего не краем берем все свои ненужные обрезки и смотрите какая красота получается вот видите вот одна эта звезда если берем 1 я вот их соединила как бы близко до у них есть один общий квадрат но вот так если это опустить одна звезда состоит из 9 квадратиков белых вот только в центре моего зашиваем техники crazy вот эти четыре мы зашиваем лучами вот после того как мы выложили узор какой нам нужно мы берем с верхнего первого ряда и вот так первый лоскут накладываем на 2 потом на 3 на 4 таким образом собираем все в стопочку и точно так вот она вертикаль точно также берем второй ряд вот 1 на 2 накладываем не перепутав рисунок прям ровно как они лежат вот таким образом собираем стопочку вот мы взяли две стопки вот так вертикаль пошли на машинку вот она это наша вертикаль это очень удобный способ соединения квадратов в большое одеяло когда у вас есть узор определенный вот чтобы не перепутать там вот не возиться с этими квадратиками вот таким способом собирать очень удобно теперь берем первую пару самую верхнюю потом вторую и прям вот так как они должны быть складываем и не срезая ниточки собираем все это в одну гирлянду такую длинную газету кстати я пока еще не убираю вот вот мы соединили два первых ряда вот этих вот две колонки до первые два вертикальных ряда идем за третьим рядом также сверху вот первый кладем на 2 потом на 3 и вот таким образом собираем все стопочку опять внимательно зафиксировали да где у нас вертикаль и теперь берем по одному квадратику и к нашей заготовки подшиваем вот таким образом собирается полотно все это полотно мы собираем вот не срезаем ниточек и тогда вы никогда не запутаетесь и рисунок у вас не нарушится понимаете вот таким образом мы все собрали и затем нам останется только сшить по горизонтали потом эти ряды все понимаете вот сейчас точно так же 4 берем ряд вертикальный да вот так вот подшиваем и у нас такая заготовка дальше нам нужно соединить все эти ряды по горизонтали для этого девчонки надо не полениться и прям в шов соединить швы можно разутюжить можно заутюжить один ряд в одну сторону другой ряд это вот просто как вам удобно я их смотрите прям вот так вот по скалывала вот видите в шов и одни припуски у меня в одну сторону смотрят а на той стороне в другую газету пока не убираю все и вот таким вот прям в шов соединила булавочками и тогда ничего не перекосит и вот таким образом сшиваем все наше полотно и получается такая красота и вы знаете вот эти две звезды очень красивый прям блок лоскутный начните если вы впервые шьете петчерк начните с подушечки одну вот такой звезду сшить и смотрите какая прелесть и на белом фоне это просто прелесть вот этих двух звезд мне не хватило это как-то вот не туда не сюда дорожка получился я к ним дошила еще звезды и сделала такое небольшое одеялко чтобы вам показать продемонстрировать как это выглядит в деле и смотрите вы представляете если вы сошьете для себя большое одеяло вот таким вот образом абсолютно легко и просто шьется и все отходы швейные можно использовать в этом одеяле смотрите какая прелесть и сочетать можно совершенно разные ткани здесь вот эти лоску точки абсолютно все бросовые вы видели у меня там и атлас и хлопок и этот платочек павла посадский да вот эти вот и шелка там какие-то которые ползут в разные стороны то есть все это можно сочетать вместе вот я дошила еще звезд и все это сейчас по собираю вот стоит мне разложить она прибегает и прям с размаху с разгона вот в эту кучку и все это раз разбрасывает мой симона ну конечно покоя не дождешься от нее так дальше я положила подклад на подклад положила синтепон и сверху вот это вот одеяло то есть топ вот и вы знаете я всегда мучаюсь со своим атласом он такой скользкий оказывается вот все таки если по хлопковому подкладу это гораздо проще и я даже не стала сметывать буду только просто сколола вот дальше я взяла вот такую лапку для свободных вдовой стежки и взяла вот такие перчатки они специально для квелтинга для свободных вдовой стежки они хорошо цепляются к ткани если специальных перчаток нет то раньше я шила строительными перчатками которые вот с резиновыми пупырками на ладошках они тоже цепляются за ткань вот и все и теперь свободным ходом я решила простегать все белое поле белой ниточкой но этот момент без толку показывать здесь все равно толком не видно а кому-то снимать мне некому поэтому посмотрите отдельные видео у меня по этой теме есть и смотрите какая прелесть получается вот пока на белом столе швы не видно не просвечивает а когда на черную стену повесила на темно то прям это просвечивает вот смотрите я решила вот эти вот центровые блоки оставить нестеганными ну звезды они такие выпуклые получать но я просто прошлась по периметру по квадратику выдает вот крызи попробовала один блок простегать там в уголке который простегать красными ниточками пупыркой вот этой а потом решила что нет не буду ничего там стегать она прекрасно смотрится без стежки и держится прекрасно квадратики не такие уж большие и даже хорошо вот они какие-то такие выпуклые и вот подушечки это уже в технике классический петчворк видите на голубом фоне вот эти разноцветные лоскоточки да тоже прелесть то есть фон может быть каким угодно взят на черном фоне это как-то так торжественно смотрится да и все краски ярче прям такой сочнее на белом фоне это празднично так ну прелесть нарядно красиво по летнему как-то да на голубом фоне тоже вы посмотрите какая красота эти лоску точки смотрится просто потрясающе вот такие вот звездочки я решила сегодня вам показать абсолютно ничего не нужно кровить ничего не нужно делать единственный крои это конечно вот белые квадраты вот и опять же вы теперь поняли да что в центре это может быть вовсе не крызи а просто лоскут какой-то цветной взять там или какой-то там блок заготовленный как вам как вы захотите а можно скрыть и вот такой вот сшить и вот такая прелесть прелестная получается совершенно ничего не надо думать вот как положили ткань понравилось решили не понравилось взяли другую понимаете здесь вот чисто такое творчество на эмоциях на настроение вот именно то что как вам нравится так и шьем и получается вот такая красота ну просто прелесть смотрите как красиво и подушечки эти мне очень понравились они на голубом фоне я показывала как шить такие подушки я допустим для одной подушки нам надо получается 4 дачи 16 квадратов для одной подушки вот тоже 15 сантиметровые и из этих 16 я сделала 8 голубых и 8 цветных например да вот и затем эти квадратики нужно соединить в пары вот так вот лицом к лицу положить прочертили диагональ и по одну сторону от этой черты прокладываем строчку также не срезая ниточку собираем длинную гирлянду здесь у меня на две подушки заготовка сразу вот собираем длинную гирлянду затем также прокладываем строчку только по другую сторону от черты нарисованный вот видите и теперь с другой стороны от линии прокладываем строчку моментально шьются такие блоки это что я выложил это я выложила вообще на самом деле из таких блоков можно какие угодно узоры выкладывать смотрится великолепные также эти цветные квадратики можно не с голубым а с каким-то другим фоном красный черный белый сочетать и будет выглядеть потрясающе пусть того как мы разъединили все эти квадратики нам теперь нужно каждый квадратик видите вот такие вот у нас получились заготовки да нам теперь нужно каждую пару разделить по этой черте разрезать и разгладить и получится вот такой двуцветный треугольник и из этих двухцветных вернее квадрат из этого двухцветного квадрата из этих квадратов можно выкладывать какие угодно рисунки узоры понимаете там можно поиграть по всякому это вы уже сами я не стала у меня есть целое видео где я показываю примеры там сколько способов раскладки да когда у вас два цвета всего или три цвета или четыре цвета то есть за счет цвета тоже можно создавать узоры я просто так вот как-то это самое не особо думаю собрала вот так вот эти квадратики у меня получились прекрасные подушечки вот и решила я их простегать просто не свободно не свободно ходовой а просто по этим швам вот и получилось прелесть такая прелесть прелестная это я рассматривала как бы мне 100 какие поставить квадратики какой узор выложить не выложить ну тут собственно говоря можно как угодно поиграть все равно получится прелесть и красота что-то я не могу налюбоваться эти блоки вот видите можно вот так вот как-то выложить да в итоге у меня получились две вот таких вот подушечки но просто прелесть и вот видите и как я их простегала да вот по две строчки положила это с одной стороны и с другой стороны от шва и все его так каждый шевчик и вот такая прелесть получилось как собирать подушки аж в этом видео не стало потому что но это просто вам для идеи да как собирать подушки наволочки очень удобные с клапаном совершенно ничего туда больше не надо выдумывать отличные наволочки в такие можно делать из любой ткани вот и как их делать все это я уже рассказал поэтому в этом видео не буду оставлю ссылку в описании если вам интересно жмите на ссылку и проходите смотрите мастер-класс как сделать такие наволочки очень удобненькие вот но я на этом буду закругляться девчонки буду очень рада если кому-то пригодится такое видео для собственных идей может быть вам вас вдохновить на что-то да ну конечно же звезды могут быть и разноцветные и одноцветные на белом фоне например да и лучики эти могут быть и короткие и длинные там узкие и широкие там одинаковые неодинаковые но это уже все зависит от вас от вашего настроения от вашего творчества здесь вообще есть где разгуляться фантазии вот такое видео у меня сегодня для вас мои дорогие хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку за вашу любовь за ваше внимание за ваши комментарии такие добрые теплые слова за ваши донаты девчонки спасибо за за покупочки ваши большое вам спасибо за то что вы у меня есть за то что вы меня смотрите ну а на этом я с вами прощаюсь совсем ненадолго дальше нас ждет столько красоты море эмоции и море вдохновения всего вам доброго пока пока